Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаево-Черкесия» в студии Мураджан-Кюзов. В Центре молодежного инновационного творчества прошел семинар для предпринимателей из Карачаева-Черкесии, а также для всех, кто имеет отношение к объектам интеллектуальной собственности. Организатором мероприятия выступили Роспатент и Региональное министерство экономического развития, для чего необходимо регистрировать товарный знак, товарное указание и место происхождения товара. Как предприниматели-производители товаров с помощью этого смогут защитить себя и свой бизнес от недобросовестной конкуренции. Знание этих нюансов позволит собственникам не только обезопасить себя, но и повысить свои доходы. Ваш регион действительно богат разными товарами. Это и блюда национальной кухни, это и изделия народно-художественных промыслов, это и сельскохозяйственная продукция, которая растет в вашем регионе. Вот все это является потенциальными региональными брендами вашего региона. И сегодня мы расскажем, как их зарегистрировать, как правильно подать заявку, насколько это стоит, сколько это занимает времени. Атрибутом любого успешного и динамично развивающегося бизнеса является его бренд. И как раз таки на сегодняшний день существует уже большое объемное законодательство по регистрацию интеллектуальной собственности. И нам необходимо уже вступать на эту тропу и уже понимать, каким образом нужно обезопасивать себя и свой бизнес, регистрируя права интеллектуальной собственности на свой бренд. В Карачаево-Черкезии впервые состоялось вручение аттестатов и нагрудных карточек экскурсоводам и гидам-переводчикам. Аттестацию прошли 24 человека, работающие на территории нашей республики. Им удалось подтвердить профессионализм экскурсоводов, а также предоставлены новые возможности лицам, которые только начинают свой путь в качестве экскурсовода и гида-переводчика, отметил министр туризма и курортов Карачаева-Черкесии Расул Тикеев. Для оказания услуги на межрегиональных туристических маршрутах также проводится работа с соседними субъектами. Сегодня мы получили тот результат, при котором наши заявители, они аттестованы. А это значит, что мы понимаем на уровне регионной органов исполнительной власти в сфере туризма, что наши туристы будут получать качественную информацию, точную информацию. Это напрямую зависит на развитие туризма, на правильное развитие туризма. И напрямую зависит от наших гидов-экскурсоводов, какие впечатления получат наши туристы, которые пребывают для отдыха на территории нашего региона. Хочу поблагодарить за предоставленную возможность нашему министру, отдельно Альбеку Хубееву, который пригласил меня на этот проект, на аттестацию. И аттестация, честно говоря, переживал, конечно же, потому что для меня это новое направление. И хотелось проверить свои силы, свои возможности. Ну и, конечно же, улучшить качество сервис предоставляемых услуг в сфере туризма у нас в республике. Сейчас о погоде на выходные. После продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Пограничное управление ФСБ России по Карачаево-Черкесской республике совместно с сотрудниками муниципального отдела МВД Карачаевский выявили факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Пограничное управление ФСБ России по Карачаево-Черкесской республике совместно с самым МВД Карачаевский был выявлен факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан. Так, 58-летний житель республики незаконно поставил миграционный учет в своем нововладении трех приезжих иностранных граждан. При этом фактически не предоставлял им жилые помещения. Таким образом, действия у данного гражданина усматриваются признаки преступления, предусмотренного статью 322.3 УК России, фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации. По данному факту МВД Карачаевский в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело. В настоящее время производятся следственные действия. Пограничное управление напоминает жителям и гостям региона о том, что за нарушение миграционного законодательства предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В Черкесске на базе тренировочного учебно-методического центра «Авангард» состоялись соревнования «Казачий биатлон» на Кубок Атамана Баталпашинского городского общества. Все подробности смотрите далее. Баталпашинское городское казачье общество ранее выиграло грант от Министерства труда и социального развития на проведение казачьего биатлона. На следство приобрели пневматические винтовки, макеты автоматов, патроны, магазины и другой инвентарь. В планах учить юных казаков современным боевым искусством. В этом мероприятии входят военно-прикладные искусства, разборка-сборка автоматов, то есть подготовка детей, чтобы они имели какое-то понятие о воинской службе. Как раньше было у нас в классах МВП, сейчас его в Рубе возобновили, ну что-то подобное сейчас происходит. Разборка-сборка автомата, снаряжение магазина, ну и плюс история казачества. То есть интеллектуальный вариант этого мероприятия. Основной задачей «Авангарда» будет подготовка к военной службе, военно-патриотическое воспитание. Наши воспитанники республики будут здесь проходить пятидневные сборы. Помимо того, что мы проводим военно-патриотические мероприятия, они будут подготовка к военной службе. То есть наши ребята, наши республики, мы будем расти достойных защитников нашей могучшей страны, Российской Федерации. Казачий биатун состоялся при поддержке военного комиссариата Карачаева-Черкесии, отделения ДОСААФ, Центра «Авангард» регионального штаба юноармии. Семь команд из городов и районов республики приняли участие в состязаниях. В команде шесть человек занимаемся в ДОСАФе. Тренер Чигара Форсен. Готовились мы через день, получается, в понедельник, среда, пятница. Готовил нас Ахтей Мухтарович. Он показывал, как держать оружие, как правильно стрелять, разборка автомата и как правильно метать дротик, гранаты. Мы дважды участвовали в финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа в городе Герой Москва». Соответственно, дважды выигрывали республику в этой игре. Юноармия воспитывает доброту, справедливость, сочувствие, честность, верность к своей родине. Самое главное – военно-патриарическое воспитание дает юноармия детям. Мальчишки и девчонки отрядами состязались в строевой подготовке, разборке, сборке автомата Калашникова, метании гранат и дротиков и стрельбе из пневматической винтовки. Состоялся также квест «История Баталпашинского отдела», конкурс «Статин в строю, силен в бою» и эстафета. По итогам казачьего биатлона на первом месте команда Баталпашинского городского казачьего общества «Пластуны». На втором – юноармейцы отряда «Ураган». На третьем – команда колледжа номер 7 республиканской столицы. А самые юные участники биатлона – отряд «Воины» получили диплом за активное участие. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Черкесску провели для учащихся среднеобразовательной школы села Привольное день открытых дверей. Стражи правопорядка рассказали детям о деятельности войск Национальной гвардии, об истории создания вневедомственной охраны, о сотрудниках подразделения погибших в ходе выполнения служебных обязанностей, их героизме и мужестве. Росгвардийцы также продемонстрировали ребятам специальные средства защиты – предметы экипировки и снаряжения, находящиеся на вооружении вневедомственной охраны. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных вам выходных и всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова